Добрый вечер, друзья! С вами Адмирал Маркетс, меня зовут Лембиту. Сегодня в рамках серии вебинаров, посвященном торговле без индикаторов, я расскажу о паттерне «Голова и плечи». Это очень полезная фигура, так как ее формирование дает подсказку о дальнейшем поведении цены. Но в начале нашей встречи предупреждение о рисках. Помните, что торговля на финансовых рынках связана с рисками и доходность не гарантируется. Поэтому не стоит переходить к торговле на реальном счете, используя какие-нибудь идеи, пока вы не ознакомились со всеми рисками. С более подробной информацией вы можете ознакомиться на представленном слайде. Сегодня мы рассмотрим паттерн «Голова и плечи». Вначале расскажу о ключевых особенностях фигуры. Паттерн выглядит на первый взгляд просто и кому-то может показаться, что здесь все понятно. Но не спешите. Как и многое в трейдинге, фигура «Голова и плечи» имеет свои скрытые особенности. Далее расскажу, какое поведение покупателей и продавцов стоит за фигурой «Голова и плечи». Мы разберем, за счет чего формируется паттерн, вернее за счет каких заявок он формируется. А понимая природу, вы научитесь это использовать в своей торговле, так как сможете точнее читать поведение цены. А в конце нашей встречи мы выясним, где стоит искать паттерны. Где фигура «Голова и плечи» говорит о вероятном развороте, а где разворота ждать не стоит. В этой части нашего вебинара посмотрим разные варианты схем формирования паттерна, после чего на реальных графиках закрепим понимание. Самым активным я приготовил подарок. Как его получить, также расскажу в конце занятия. Скачать презентацию по сегодняшней встрече можно из группы ВКонтакте «Учимся зарабатывать на акциях и фьючерсах». Для этого переходите по ссылке под этим видео. Там вы найдете много материалов по трейдингу в свободном доступе. Первая важная особенность паттерна «Голова и плечи» – паттерн должен формироваться на трендовом движении. Трендовое движение вверх возникает тогда, когда цена обновляет максимумы. Тогда на графике цены мы видим появление все новых и новых вершин. На схеме это желтые маркеры. Второй признак – цена не смогла сделать новый хай. То есть есть вершина, мы пока говорим про тренд вверх, но она ниже последнего максимума. О чем такое поведение цены говорит, расскажу чуть дальше. Зеркально фигура формируется на нисходящем тренде. Только в этом случае не обновляется минимум. Если тренда нет, то фигура «Голова и плечи» не актуальна. Потому оценивать поведение цены по сформированному в середине паттерну не стоит. Правда, есть небольшое исключение. В том случае, когда цена сформировалась на границе боковика, ее тоже можно использовать. Почему? Все просто. У границы боковика вероятен разворот тенденции. И паттерн «Голова и плечи» может об этом предупредить. Подведем итоги по ключевым признакам. Фигура «Голова и плечи» формируется на трендовом движении. Также ее можно использовать на границах боковика. Окончательное формирование происходит после того, как цена не обновила максимум или минимум. Вначале покажу, что скрывается за фигурой «Голова и плечи» на восходящем тренде. Каждый новый максимум на восходящем тренде привлекает продавцов. Кто-то будет закрывать свою длинную позицию, выставляя sell limit, кто-то планирует открыть короткую, также выставляя sell limit. Если давление рыночных продавцов слабее давление рыночных покупателей и под уровнем выставлено не так много заявок sell limit, то цена преодолеет уровень и тренд продолжится. Поэтому пробой уровня сопротивления говорит о силе покупателей. Но нас интересует другой случай. Нас интересует тот вариант, когда формируется предпосылка для появления головы и плечи. Как это происходит? Когда под уровнем скапливается большое количество заявок sell limit, а давление рыночных продавцов выше, чем давление покупателей, тогда цена не может преодолеть уровень и снижается. А на графике мы видим, что цена не дойдя до high разворачивается. Таким образом, если цена рисует голову и плечи, то можем сказать об ослаблении покупателей. Зеркальная ситуация для движения вниз. Каждый новый минимум на нисходящем тренде привлекает покупателей. Если баланс на стороне продавцов, то цена преодолеет уровень поддержки и снижение продолжится. Но в том случае, когда над уровнем скапливается большое количество заявок на покупку buy limit и сила на стороне покупателей, цена не может преодолеть уровень и на графике мы видим голову плечи. Как мы с вами выяснили, фигура голова и плечи формируется на графике, когда начинает ослабевать основная тенденция. Это важный вывод, так как теперь вы знаете один из признаков, который подскажет вам о слабости тренда. Как это использовать? Во-первых, если у вас открыта позиция, то возможно стоит подумать о ее закрытии или хотя бы о ее сокращении. Во-вторых, вы можете найти вход в направлении основной тенденцией по более хорошей цене. И главное, теперь вы не будете при каждом формировании головы и плечи торговать контртренд. Теперь вы знаете, что если тренд слабеет, то скорее ждем боковик, а не разворот. Поэтому теперь после паттерна вы будете ждать продолжения тренда, потому что продолжение тренда более вероятно, чем разворот. Но есть одна уникальная ситуация, когда голова и плечи все-таки может предсказать разворот. И об этой ситуации мы сейчас с вами и поговорим. Итак, представьте себе, что цена подошла к уровню со старшего таймфрейма и на нем сформировалась фигура голова и плечи. Даже при том, что уровень со старшего таймфрейма, мы ожидаем, что цена пробьет его и пойдет дальше по тренду. Поэтому уровня недостаточно. И вторым условием для разворота локального тренда будет глобальный тренд. Таким образом, если цена на часовике снижается, а потом на часовом уровне формируется голова и плечи, тогда с очень высокой вероятностью можем ждать разворота локального тренда на этом уровне. А сейчас покажу, как это работает на реальном графике. На уровне сформировалась голова и плечи, после чего цена активно начала снижаться. Отметим это место на графике, чтобы потом его быстро найти на часовом таймфрейме. Перейдем на часовой таймфрейм и посмотрим, от какого уровня произошел разворот цены. Посмотрите, на графике хорошо видно, что снижение произошло в направлении глобального тренда от часового уровня. Похожий пример. На уровне сформировалась голова и плечи, после чего цена активно начала снижаться. Отметим это место на графике, чтобы потом его быстро найти на часовом таймфрейме. Перейдем опять же на часовой таймфрейм, посмотрим, от какого уровня произошел разворот цены. На графике также видно, что снижение произошло в направлении глобального тренда от часового уровня. То, что вы увидели в прошлых примерах, происходит достаточно часто. Цена движется в тренде, откатывается к уровню, формируя голову и плечи и продолжает первоначальное трендовое движение. Поэтому использовать голову и плечи лучше всего как фигуру разворота при откате на тренде, так как это работает лучше, чем поиск разворота основного тренда. Теперь, после нашего занятия, когда вы будете видеть формирование головы и плечи на графике при трендовом движении, вы не станете ждать разворота. Особенно, если паттерн сформировался не на уровне и не в направлении тренда со старшего таймфрейма. Поэтому не совершите убыточной контртрендовой сделки. Друзья, тем, кто оставит под видео самые интересные комментарии, я приготовил небольшой подарок. Список семи самых полезных книг для трейдера. Первые пять комментариев получит приз вне конкурса за скорость, потому что в трейдинге быстрота реакции также важна, как и правильность действий. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и комментируйте видео. Всем спасибо и до новых встреч!